Друзья, всем привет и сразу к делу. У людей было два автомобиля. Opel Corsa, потом Opel Zafira. И встал вопрос, что нужно купить что-нибудь новенькое. Дело происходило в апреле этого года. Отправляются они в автосалончик Kia, для того, чтобы посмотреть Kia Cerato. За наличный расчет покупка 3,250. Будь добр, автомобиль будет твой. Отправляются в автосалон Skoda посмотреть Octavio. Толком-то Octavio уже и не было. А если и были, то по тем же самым ценам свыше 3 миллионов рублей. Как вам такое? Недолго думая, у людей начинается расширяться кругозор. Они начинают смотреть на всеми любимых или нелюбимых китайцев. И вот что они купили, почему и как, в этом ролике мы об этом поговорим. Вам приятного просмотра. Надеюсь, этот ролик будет полезен и интересен. Мы начинаем прямо сейчас. Вот, по-живому смотри. Пойдем, пойдем. Вот, это не актеры. Мы их не знаем. Просто два человека, автобусы приезжают. Подошли сюда, к автомобилю интересуются. Ребят, а вот теперь мы вас по-живому-то поймаем и спросим. Вот вы подошли к автомобилю. Он вас заинтересовал. Впервые в жизни его видите? Ну да. Знакомьтесь, молодая супружеская пара Альберт и Тома. Тома у нас сегодня будет главным героем этого выпуска. И она детально расскажет нам о всех выборах. Альберт присутствовал на каждом этапе, но право рассказывать, решил отдать своей жене. Правильно? Да. Не размазывая каши по тарелке, начинаем. Насколько я знаю, вы с мужем по работе очень много ездите. Да. Вы катались на автомобиле Opel, которую вы еще так и не продали. Да. Какая была причина его замены? Что не так? Ну, автомобиль 2007 года выпуска. Это мой первый автомобиль. Хотелось автомобиль покомфортнее. Ну, соответственно, Opel не везде проходит. Периодически, если мы там ездили зимой в поездки, она низкая, ее приходилось иногда выталкивать. Поэтому мы, ну, в силу возможностей начали искать автомобиль, который был бы комфортный, чтобы можно было ехать и поработать, и проходимость получше. Таким образом, покупка автомобиля в текущих реалиях с ценами и тем выбором, который есть на нашем рынке, для вас была острая необходимость. То есть вам по-любому нужна была машина? Да, да, то есть нам была машина нужна. Бюджет. В рамках какого бюджета вы смотрели автомобили? Не более чем? Три миллиона. То есть потолок три миллиона? Да, потолок прям был три миллиона. Изначально, после Opel, какую машину вы хотели? На что вы смотрели? Сначала мы смотрели рынок БУ машин. Мы смотрели Ниссанчик Мурана. Ну, и мне, и мужу очень нравилась такая достаточно большая, объемная машина. Но, к сожалению, на рынке БУ автомобилей, ну, выбрать было вообще нечего, от слова совсем. Вот, поэтому мы начали уже присматриваться к новым автомобилям, поехали по салонам. Это был первый салон Kia. Когда мы пришли туда посмотреть Kia Cerato, нам сказали 2 500, ой, 3 500, и, соответственно, ну, как бы, мы понимаем, что это не в бюджет. И ту машину надо было ждать. То есть она была, ну, не прям в наличии, ее надо было там пару недель подождать. Извините, я перебью. Да, да, друзья, вы не ошиблись. Kia Cerato в максимальной комплектации, так понимаю, три с половиной миллиона рублей. Недавно я и сказал человеку, три 250, и мне еще сказали, это как бы дешево за самую максимальную комплектацию. Это просто за голову, за седанчик. Три 250. Слушай, а вот ты говоришь, что когда вы смотрели рынок БУ, ну, японец, Nissan Murano, а с точки зрения выбрать от слова совсем, что, плохие машины или что? Ну, либо машины уже там битые, крашеные. Короче, рынок БУ для вас простыми словами отвалился. Ну, да. Далее, зашли вы в Шкоду, как мы сказали в самом начале, автомобилей уже толком-то и не было. Вообще не было, да. Ничего не нашли. Даже параллельного импорта не было. То есть мы зашли, нам сказали, ну, извините, у нас ничего нет. Вот можете посмотреть, у нас есть, наверное, Кодиак, это, да, Шкода Кодиак. 4,5 миллиона, параллельный импорт с Казахстана. Ну, соответственно, мы сказали спасибо. Вот я все-таки не смог удержаться от комментариев. Вот, ребята, в чем полезность данного контента. Вы просматриваете историю покупки другой семьи. Вот то же самое может быть и с вами. Ребята из города Дубна. Съездить в Москву к дилеру, посмотреть машинку, посчитаться, примерно 3 часа в одну сторону. Вы думаете, они умышленно ехали в салон Кия, чтобы услышать ценник зацерата в максималке 3500? Нет, конечно, потому что им по телефону сказали, приезжайте, если не ошибаюсь, что-то в районе 2600. Но 2600 это возьми кредит, в котором будет 500 тысяч страховок, это сдай машину в трейд-ин, цена которой условно 500 тысяч рублей, у тебя ее заберут за 100 тысяч рублей. Но тогда у тебя будет 2600. Чувствуете, да? Все, как раньше было, то же самое. Заезжают в Шкоду, машины по параллельному импорту нет. Но они есть в других салонах, так, например. Но задача менеджера продать здесь и сейчас. А не так, чтобы ты приехал, у него нет, он тебе скажет, а, езжай туда, вот тебе телефон, там проверенный хороший менеджер, он тебе все сделает по-честному. Такое бывает, наверное, 1-2% из 100. Именно поэтому катаются, смотрят и охреневают от цен, как и все. Начали смотреть вторичку, а там та же самая история. На досках объявлений цена может быть привлекательная, достаточно проверить машину, уже видно скрученные пробеги, ДТП и прочее, прочее, прочее. К слову, вот вам, чтобы лишний раз не кататься, врать не буду. Не прям по всем машинам выходят подборки, но выходят. В телеграме канала выкладываю периодически списочки, где прям расписано, какая машина, в какой комплектации, по какой цене можно купить. Те, кто присматривается к покупкам, подпишитесь, ведь отписаться вы всегда успеете. Тем не менее, может быть, увидите для себя привлекательный вариант, а мы продолжаем. Таким образом, здесь мы подводим с вами первую черту, что изначально люди катались на Opel, далее начали смотреть как корейцев, так и японцев, VAC групп готовы были рассмотреть. То есть те самые автомобили, про которые многие из вас, из нас говорят, вот эта машина, вот эта машина, ее стоит брать. Но причина отвала этой машины – цена. Да, помните ту хорошую фразу, народ голосует рублем. Можно хотеть купить Шкоду и говорить, что классная тачка, никто не спорит, да? Да. Но Шкода Кодиак, вот самая топовая комплектация, шикарная машина, правда стоит она 5200. Но хорошая, но машина хорошая, взять ее стоит. И здесь происходит переломный момент. Вот сидите вы с мужем дома, пьете цай, и кто говорит первое слово – китайцы. Давай, глянем на китайцы. Ну, это было не так. Это было, он сказал, поехали на тест-драйв хавал. Началось все с хавал. Да. Ну, мы не знали про этот автомобиль, как бы на слуху был хавал, на слуху, ну, даже чаще он встречается на дорогах. То есть сейчас ездишь, смотришь, хавал, хавал везде. И поэтому я сопротивлялась, честно скажу. Я прям вот брыкалась, я говорила, что я не хочу хавал, мне не нравится. А что не нравилось? Не нравился внешний вид или не нравилось самое вот это слово – китайская машина? Ну, скажем так, к китайскому автомобилю раньше отношение было, ну, Китай, а сейчас, ну, Китай. То есть… Вот эту фразу, знаешь, эту интонацию мы зафиксируем. Да, то есть интонации сейчас совсем абсолютно разные. Но хавал мне, в принципе, особо не нравился внешне. Если честно, я как девочка, наверное, я выбирала машину чисто по внешнему виду. То есть мне, в принципе, все равно, какие у нее качества внутри. Мне главное, ну, комфорт и эстетика. С хавала мы пошли в соседний автосалон. Это был Чинган. 55-го в наличии не было, потому что эта машина только-только заходит на наш рынок, и их вообще, в принципе, нет. Мы посмотрели, ахнули, да, хотя там у нас было буквально там 2-3 минуты, и уже были прям, ну, готовы вносить за нее предоплату. Но нам сказали, сроки в течение месяца, так как машин сейчас нет, и стоить это будет 3-150. Я, конечно, подрасстроилась, потому что бюджет был 3 миллиона, ну, как бы за всю машину, да, там с учетом страховки, доп. оборудования. Вот, и в тот момент мы как раз, пока что-то ждали, какую-то информацию от менеджера, мы позвонили в другой салон, где нам сказали, ну, вот у нас вы эту машину можете забронировать за 2-600. Когда я слушал историю покупки от Тома и Альберта, я, конечно, мягко говоря, офигевал. Ну, потому что мне это очень сильно знакомо. Ну, вот, посмотрите, машины, редкость нигде сейчас нету, мы можем вам предложить за 3-100. Почему такая цена? Смею предположить, что в процессе общения менеджер услышал от них информацию, что хотим машину до 3-х миллионов. Он выбрал два варианта пути. 3-100. Почему 3-100? Чуть-чуть побольше, на соточку, но если 3 миллиона нашли, то и соточку найдете. Давайте забронируемся. Он же видит, люди в наличии, они ходят, смотрят, глаза горят, машину хотят. Давайте, давайте контрактоваться. Именно это они и рассказывали. Как только Альберт вышел поговорить по телефону, Тому уже чуть ли не за руку ввели в кредитное отдел. Давай сейчас заявку подадим, каска посчитаем, забронируемся. Все, машина уже будет твоя. Сделав звонок, 2-600. Хотя менеджер мог выбрать вариант номер 2. Предложить им 2-900. Чуть-чуть ниже, чем 3 миллиона. Дешевле машина, чем вы хотите. По вашему бюджету. Пожалуйста, давайте забирать. Поэтому, ребята, дурят налево и направо везде. Проехать по ушам вам, как потенциальным клиентам, когда у вас нет опыта, это милое дело. Не забывайте. Таким образом, вы выбираете автомобиль CS55+. Да. Это рестайлинговая версия в комплектации Тэч. Да. Чанань называется в Китае. Чанган у нас в России. Вот так вот, друзья. Это вот альтернатива, что-то типа Sportage стоит. Вот так вот. Что понравилось? Что подкупило в автомобиле? Когда вы его с мужем увидели, что вам понравилось первым? Ну, она высокая. Она большая. Она красивая. То есть, ну, даже в сравнении с тем же Haval, да, когда был представлен Haval FX7. Ну, тот какой-то немножко дутый, это больше такая обтекаемая, что ли, да, у нее такие четкие формы. Как говорится, муж – голова, но куда шея повернет, туда голова и смотрит. Хитрый такой заход у меня. Но вот смотри, вы выбирали автомобиль, предпочтение давала местами супруга, красный салон и так далее. Понятное дело, что тебя это меньше там, да, волновало? Да, меньше волновало. Ну, вот такие важные вопросы, которые регулярно встречаются у людей в комментариях. Ты покупаешь, по сути, новинку для нашего рынка, про которую толком у нас никто ничего не знает. Так и есть. С точки зрения надежности в дальнейшем. Почитать комментарии, люди напишут. Через три года никого не продашь. Сейчас три года пройдет, пробег 100 тысяч накатаете, и начнется. У вас то сломается, это сломается, ржаветь начнет и так далее. Машина, простыми словами, развалится. Вот вы, как владельца автомобиля, что по этому поводу можете сказать? Да все возможно, на самом деле, что может и сломаться, да и любая машина может сломаться, в принципе. Мы смотрели на качество, в принципе, что это Китай, хорошего качества, не то, что раньше было. Опять же, кузов оцинкованный. То есть, дается гарантия по кузову, неплохая гарантия. Двигатель хорошо разгоняется, то есть, держит дорогу. В принципе, я не думаю, что она даже через год, там, я не знаю, кому-то не понравится. Она сама визуально очень красивая. Едет хорошо, то есть, все переключает, все работает, все как нужно. То есть, я бы не сказал, что это, в принципе, китаец. Я бы сказал, что это даже похоже на корейец. Поэтому, с учетом того, что через год, там, через два, что с ней будет, да или с любой машиной, она в цене потеряется. Но я не думаю, что она на рынке, так скажем, не заэккомендует себя, потому что Чинганы, они, в принципе, делались для своего рынка. То есть, это именно чистый китаец, это не сборка российская, как хавалы у нас, да. И на каждом шагу их сейчас видно. Их сейчас, в принципе, еще нету, и как дальше будет, мы посмотрим. Расход у автомобиля? Ну, показывает 8, 9, по трассе там 8, смотря как ездить. То есть, я люблю притопить, поэтому, соответственно, она подкушивает. Ну, до 10, это однозначно. Сейчас китайцы вперед всех начинают идти, много что интересно бывает. Опять же, в этой машине, я говорю, так вот, визуально посмотреть, с нескольких автомобилей она вроде как что-то не взяли. Поэтому, ну, не знаю, ценовая политика, в первую очередь, да, для нас это важная. Соответственно, если японцы будут и корейцы дороже, естественно, я буду смотреть китайцы, так как я и сделал выбор, в принципе. Еще есть хорошая фраза, доверяй, но проверяй. Когда люди покупают автомобиль, новый салон, у всех возникает вопрос, а точно он не упал с автовоза? А точно ли капот и двери на нем не крашены? Я вам, как человек, который занимается постоянно покупками новых автомобилей, могу сказать, что такое присутствует. Конечно, упавший автомобиль с автовоза я ни разу не встречал, но вот, например, так, что машина пришла, и где-то уже на территории дилерского центра ее разодрали, капот, еще что-то такое бывает. Что происходит в данной ситуации? Здесь вариантов два. Если просто царапина, которую можно полирнуть, ее не будет, то, естественно, так и сделают. Но если что-то более критичное и нужно уже вмешательство и ремонт, то открывается целый заказ снаряд, и, соответственно, по машине можно узнать все, что с ней делалось, не выходя из дома, если вы хорошо общаетесь с менеджером вашим, он реально это может посмотреть. Но еще существует вот такой прибор, про который я вам неоднократно говорю. Это Корсис толщиномер. Придуман и сделан на территории нашей страны. Как вам такое? Это реально профессиональный прибор, и что меня удивило, я спрашиваю, ребят, вы проверяли машину? Они говорят, да, полтора часа ждали как раз-таки такой прибор, только предыдущий. Работает все, по сути, из коробки. Достаете, включаете, уже можно проверять. 128 микрон. И пошел по кругу все, что металлическое, можно стрелять, смотреть. Не забывайте, что у него есть специальный индикатор, который зеленым цветом показывается, если все хорошо. Желтым, если есть сомнения, и красным, если реально стоит обратить внимание. Но это уже когда что-то с кузовом делалось. Буквально один из единственных, который может точно так же отслеживать магнитную шпаклевку. Это реально крутая вещь. В описании под видео точно так же можно посмотреть все его фишки. Заряд держит исправно, работает во всех температурных режимах для нашей страны. По факту вы пришли, по кругу машину обошли, ну, 10-15 минут, ну, ладно, 20, если прям все проверить досконально. И вы уже будете понимать, что машина честная, никакого обмана нет. Именно поэтому все подробности я оставляю по ссылочке в описании. Кому интересно, кто хочет купить машину как новую, так и с пробегом, покупайте профессиональный прибор CarSys. Садишься ты в салон автомобиля после Opel 2007 года. Когда люди говорят, что Китай говно, ты что скажешь? Ну, посидите в Китае. Я скажу, попробуйте Китай. Покажи пальцем, что тебе прям понравилось больше всего. Вот ты садишься, что тебе бросилось в глаза, что тебя впечатлило? Ну, во-первых, руль. Во-первых, вы видите руль, он немножко непонятной формы, но, скажем так, это на первый взгляд. На самом деле ехать очень удобно. Потом, когда пересаживаюсь в Opel, непонятно, да, почему здесь опять кругло. Ну, во-вторых, панелька очень удобная, да, то есть, несмотря на скошенную роль, я все вижу, датчики показывает в автомобиле. Здесь все, ну, прям мне перед глазами удобно. Здесь есть возможность посмотреть автомобиль 360, и если какая-то экстренная ситуация, я могу сохранить сразу видео. То есть, это расположено под правой рукой. А, то есть, у тебя прям даже видео, да, он пишет? Да, конечно. Есть грамматическая ошибка, когда она пишет нормальное состояние. Вот. Ну, в принципе, она разговаривает, да, то есть, можно с ней поговорить, сказать «Привет, Чинган». Hello. Hello. Hello, да. Можно попросить ее открыть окна, ну, пока это все функции, которые она может делать. Короче, все с прошивкой будет обновляться со временем. К сожалению, я еще не овладел этим навыком. О, молодец, китаец. Учишься, да? Так как эта машина новая, даже дилеры, в принципе, мало они что знают. Да, вот, ну, допустим, мы пытались выяснить, что вот это такое и зачем это нужно в автомобиле. Мы думали, что это какая-то точка Wi-Fi или что это, ну, какой-то передатчик непонятный. В итоге выяснилось совершенно случайно, что это просто, как бы, подсветка салона, она загорается, когда машина, ну, садишься в машину, когда она незаведенная. То есть, ну, такие нюансы есть, что сами дилеры, в принципе, мало о машине что-то знают. Вот важное дополнение. Сейчас, как ни откроешь, ролики про китайские машины, в большинстве своем они несут какой-то позитивный характер. Все нравится, если минусы есть, то какие-то мелкие. Именно поэтому я делаю обращение к вам. Если вдруг из вас кто-то купил какую-то новинку, проехал достаточное количество километров, у вас постоянно какие-то проблемы с машиной, вы недовольны ей, вы увидите много минусов, о которых все умалчивают, не говорят, пишите, пригоняйте ваш автомобиль, давайте сделаем по существу. Я же стараюсь быть максимально объективным, ни к чему вас не склоняю. Вот слушайте, что рассказывают люди, делайте выводы, принимайте решения. От себя скажу, общаясь с дилерами, спрашиваю, на что жалуются люди. Вот, допустим, машина нафарширована камерами. Бывает такое, что зимой после мойки у человека из четырех камер начинает работать только одна, остальные отвалились. Датчики контроля за полосами, помощники по управлению. Многие люди, кто пересаживаются с немецких машин, отмечают, что работают они так себе в сравнении с немецкими автомобилями. Так ли это, тут уже делаете выводы, за что купил, за то продал. Качество отделочных материалов, ну пусть пройдет те самые 3-4 года, когда машины подизносятся, посмотрим. Но в целом, по первым ощущениям, кого не спросишь, как, как, как. Вот, давайте зарисовочку живую. В процессе съемки подходят два шофера автобусов и интересуются автомобилем. Вот, по-живому, смотри, пойдем, пойдем, вот. Это не актеры, мы их не знаем, просто два человека, автобусы приезжают, подошли сюда, к автомобилю интересуются. Ребят, а вот теперь мы вас по-живому-то поймаем и спросим. Вот вы подошли к автомобилю, он вас заинтересовал. Впервые в жизни его видите? Ну да. Что это за машина? Чанган. По шиндлику. Модель какая? ЦС 55. О, уже то есть учили. Я сзади прочитал. Внешне вам вообще как? Вот вы взрослые дядьки. Сейчас говорят, китай, одни говорят, говно делают, другие говорят, хорошую машину. Вот ваше мнение какое? Ну, по виду ничего, а так надо прокатиться, чтобы понять. А вот по интерьеру салона зацените. Как вам, а? Ну, не ласточка? Нет, офигенно. У вас какие машины личные? Веста. Веста. А у вас? У вас по три, вот последний. Вот после нашего отечественного продукта, не в укор ему, пересели бы? Вопрос цены. Вопрос да. А вот это уже интересно. Это топовая комплектация. Передний привод. Полтора литра мотор, турбовый. Работает с роботом. Места в машине реально достаточно. Вот сзади мы садились, можете посмотреть. Это при моем росте, да, багажник хороший. Сзади тачка. Она сделана условно под такой подспорт. Раздвоенный выхлоп. Он реальный. Вот это фальшь, ну это мелочь, но две трубы есть. То есть, во, машина, пожалуйста. Красненькая не нравится. Можно выбрать любой другой цвет. То есть, это выбор владелица условно. Как думаете, сколько она стоит? Ну, за два ляма точно. Больше, да, двух лямов? Больше. Так, плюс-минус по ощущениям. Ну, тоже больше двух миллионов, наверное, на сегодняшний день. Короче, одни дилеры с них просили 3200, а они купили ее за наличку, по честности, 2600. И это подчеркиваю, это рестайлинговая версия. Это прям совсем-совсем новая машина. Они прям ток-ток-ток появились. Вот здесь по России начали кататься. Сами-то так не смотрели на китайцев? Там, Джулиан, Черри? Нет, я смотрел на Хавал. Ну, вы изучали вообще так китайцев? Посматривали раз и заинтересовались. Что вообще люди говорят? Вот ваше мнение, какое Китай? Вот сегодня вот. Если так краткую выжимку, говно или норм? Ездить надо. Так с виду ты не скажешь. С виду она может быть конфеткой. Не прокатитесь, то вы поймете надежность? А вот с точки зрения... Нет, нет. Пока не купишь. Да. Вот когда купишь, тогда поймешь. Короче, мы возвращаемся к той самой старой песне о главном, что надо купить лет 5-10 покататься. Или сколько? Почему лет? Года хватит. Даже полгода хватит, чтобы понять, что это и с чем его едят. Вот. В таком случае, друзья, получается, можно даже и отзывы почитать в интернете. Потому что уже китайцы, которые год-два, их полно. Такси появились. Потому что первые китайцы, когда были, их все хаяли. Конечно. А я ездил. А я пришел, купил и ничего. 14 лет на нем вот фигачил, и он что-то низгнил. А какой у вас китайец был? Грейт Волт Сейф. Который все как раз... Единственная проблема была месяц. Запах пластика панелей. Все. Выветривался. Через месяц он ушел. Машина бегала, я даже горе не узнал. Ну вот. Вот и все. Поэтому это все надо пробовать. А не так... Да, она красивая. Да, ничего. Короче, друзья, понятно. Вот. Два взрослых человека абсолютно не... Так сказать, неподкупленное мнение. Дядьки сказали, как считают правильно. Внешне нравится всем. А вот что с ней будет, надо пробовать. Надо посмотри. Надо пробовать. Друзья, обратите внимание, что переднее кресло пассажирское настроено под пассажира, под Альберта. У него рост метр восемьдесят семь. У меня же рост метр восемьдесят два. Я сажусь в автомобиле, ну, не упираясь. Это при условии того, что я еще развалился. Если я сяду типа правильно и так далее, то места будет больше. Но опять же, тут уже выводы делать вам по-хорошему. Сзади сидит не взрослый человек всегда, а ребенок в детском кресле и так далее. И вот здесь смотреть, как там по расстоянию будет ему, ну, надо уже настраивать. Я всегда рекомендую людям, если вы семейные, если вы хотите купить машину, то правильнее всего, как мне кажется, приехать в салон всей семьей, взять ваше детское кресло, поставить его сюда, усадить ребенка, всем сесть, настроить себя под себя, и тогда сразу будет понятно, как оно. Нормально, ненормально, комфортно, некомфортно. Но вам задний ряд сидений нужен больше для чего? Чисто вещи возить? Чисто вещи, да, бывает. Ну, там ноутбук, какие-то сумки, если мы едем в дальние поездки. Если не ошибаюсь, багажник здесь около 500 литров, как говорит Альберт, 470. Подходим, друзья. Ну, в принципе, ничего прям такого особенного, да, чтобы вас было чем удивить, там, какой-то столик разборный, еще что-то. Но в тот же момент багажник более чем вместительный. Все ваши вещи можно будет положить, вон, все есть. Здесь запасное колесо есть же? Да, докатка. То есть внизу оно лежит, докатка. Ну и все, собственно, материалы и вспомогательные предметы для того, чтобы поменять колесико в дорожке. Загружали уже багажник по полной программе или вот, собственно, основное? Нет, загружали, да. То есть, ну, туристические столы, угли, мангал. А, то есть все как положено, на природу, на этом автомобиле отправиться можно запросто. Ну, можно, да. То есть мы протестировали, но выехать не выехали, погода была плохая, соответственно. Ну, я и не думаю, что вы заимеете желание, подчеркиваю, автомобиль передний приютный, выезжать куда-то в поля, там, где машину можно поцарапать. То есть я так подозреваю, что эта машина вас доставит с точки А в точку Б, там, где это можно, вот, типа асфальт, а дальше уже пешочком. Ну, да. Слушай, давай поговорим немножко о минусах. Ну, заметили, как... Видали, друзья? Полез, машина... Она меня словно оттолкнула, то есть мне прям по рукам как будто-то дал, типа не надо, у нас есть кнопка. Вот так вот это все срабатывает. Скажи мне, пожалуйста, за это время вы уже какие-то минусы заметили? Возможно, вы читали отзывы перед покупкой автомобиля в предыдущих версиях, что люди на что-то жаловались. Есть такое? Ну, мы вообще на самом деле очень в этом плане педантичные, да, мы прям вот, как говорится, пока сами не увидим, отзывам особо не верим. То есть мы лучше, там, 10 раз сами перепроверим, чем, ну, всякое тоже бывало. Поэтому, да, ну, мы сами прощупали на своем, скажем так, опыте, да, что она, ну, достаточно плохо русифицирована. В этом плане, ну, с функциями, то есть само меню вполне нормально, но вот в плане ее функций, которые она может делать, этого еще нет. Помимо этого, ну, как я уже говорила, проблема, то, что дилеры, на нее нет запчастей. Ну, то есть, может быть, запчасти есть, аксессуаров нет. То есть, вот купить шторку в багажник, там, даже какой-то, там, угольный фильтр, ну, банально чехол на ключи, купить проблемы. Спрашиваешь у дилеров, они говорят, ну, Алиэкспресс в помощь, у нас пока, в принципе-то, ничего нет. От себя хочу дать несколько комментариев. Вот, допустим, рассказывает владелица, внешний вид мне понравился, интерьер понравился, техническая часть опускается куда-то вниз с точки зрения того, что, ну, она, во-первых, в этом не разбирается. Да и в целом, что здесь разбираться? Вот вы зачастую пишете вопрос из серии, ну, через 10 лет она себя проявит. Друзья, не забывайте, что эти машины, они постоянно все обновляются, меняются. Какие-то болячки с точки зрения поломок будут 100% абсолютно на всех автомобилях, абсолютно на всех автомобилях. Ранее, когда мы детальнее снимали разные машины, неоднократно говорили, что как минимум 5% заводского брака присутствует везде. Я вам могу со всей ответственностью уже заявить, что первые владельцы никогда не думают о вторых владельцах. Им какая разница, с чем вы столкнетесь, когда вдруг вы ее там лет через 5 или через 10 купите себе на вторичке. Ну, будет же кто-то когда-то их покупать, будет. Соответственно, первые владельцы берут, покатались, я уже встречаю людей, которые на китайцах откатались 2-3 года, сдали их в трейд-ин, подчеркиваю, уехали на новых китайцах и так далее. Поэтому этот спор, он может быть бесконечен. Хочу лишь подвести такую логическую черту, что, друзья, никто вас не призывает, никак вам не намекает, купи, купи, купи. Нет, выбирайте сами. Вы не забывайте, что на сегодняшний день вы купить себе можете абсолютно любой автомобиль, даже новинки, которые никогда в жизни для нашей страны не были предназначены. Потому что раньше никто не думал о том, что машину можно себе новую привезти из-за границы. Как правило, многие покупали, что есть в наличии здесь. Сегодня же, как вы знаете, по щелчку пальцев, там, месяц, два, три, машина любая будет ссать во из своего дома, платить только лишь деньги. Поэтому народ голосует рублем. Большое желание имею слетать в Китай непосредственно, на недельку, на две, погулять там, потому что у меня есть пару друзей, кто там живет, знают китайский язык, пообщаться с китайцами, вообще спросить в целом, что они думают про машины, что они думают про европейские машины. Потому что и там продаются немецкие тачки, и там та же самая Toyota дороже стоит, чем, например, внутренний рынок Китая, в силу того, что надежно. Там такое тоже есть. Это объективно, это факт. Здесь же, ну, я представляю, 2007 год, Opel, и ты садишься сюда, да это космолет, самый натуральный. Вот буквально недавно на YouTube видел видео, там уже концепт делал к 2025 году. Машина едет, становится как коптер. Нажимаешь кнопку, у нее вот пропеллеры появляются, раздвигаются, можно взлететь и полететь дальше. И это уже реальность, потому что они над этим активно работают, уже есть версии просто, которые могут взлететь, как такси работает. Я думаю, вы натыкались на это видео, канал 808, там ребята вот как раз в Китае снимают, показывают по-живому. Четыре взрослых человека в автомобиле, и мы отправляемся на тест-драйв. Друзья, подчеркиваю, впервые в жизни, вживую вижу этот автомобиль, впервые в жизни в нем сижу, и уж тем более еду за рулем. По салону могу сразу сказать, что необычно. Вот руль, да, напоминает чем-то Peugeot, мы проговорили. Приборка. Ну, китайцам этих вопросов уже не задашь, потому что все максимально реально читается, качество изображения ну, мега достойно, посмотрите сами. Вам как? Вот по управляемости, ты вот ездил на Opel, и потом пересаживаешься на него, что скажешь? Ну, по управляемости, конечно, машина больше, ну, больше контактная, да, то есть она и управляется легко, она тебя слушается, чуть педальку придавила, ну, порой даже можно не заметить, что... Привысил. Да, что превысил. Поэтому в этом плане, конечно, комфортно. То есть прям едешь в хорошем, комфортном автомобиле. Возможно, сравнивая с машиной такого же класса, надо бы добавить, ну, сделать шумоизоляцию, но мы не стали, потому что для нас это... Ну, нам не хотелось ждать, мы хотели вот прям здесь и сейчас взять ее, забрать и уже уехать на ней с салона. Друзья, говорю честно, какого-либо тут прям вау, шумоизоляции, естественно, нету, то есть это вот примерно уровень тот же самый японцев, корейцев. Если сравнить этот автомобиль с каким-нибудь немцем, ну, понятное дело, это будет максимально глупо, потому что она шумновата, особенно все, что свыше от 80, колеса большие, то есть нет здесь какой-то дополнительной шумки, это как бы не премиальный автомобиль, чтобы можно было об этом говорить. Нам сейчас показывают китайцев по 5, по 6, по 7 миллионов рублей и выше, вот там уже говорят, о, машины тихо. Так, ну что, смотрите, вот двадцаточка, ускоряемся. Оп, подхватывается, он побежал. Переключения, в принципе, даже не ощущаются. Ну, вот уже ближе к 80, когда мотор раскручивается, он начинает орать. Но опять же, друзья, вот повторять одно и то же, опять же, опять же, опять же, вот вы сами видите город по-живому. Четверг на дворе, время практически 12 часов дня, камера на камере, сплошные, один разгоняется, другой тормозит. Здесь самый лучший вариант на сегодняшний день, как по мне, для города, это ехать вот, наоборот, максимально комфортно, спокойно. Включился помощник и не спеша посерединочке едешь. Очень сложно проводить тест-драйвы, пытаться передать какую-то атмосферу от автомобиля, поделиться наблюдениями. Это нужно, ну реально, хотя бы недельку покататься. Но на монтаже я узнаю, что машина якобы разгон 8,1 до первой сотни. Ну, когда 4 человека сидят в автомобиль, я нажимал на педаль в пол, никаких 8 секунд там, ну явно нету. Общаясь с людьми, задаешь вопрос, ну что бы хотели? Мурана хотела бы Тома, 3,5 моторчик, но там тачка совсем другое дело, тяговитая, просторная, другой автомобиль. Сегодня настойт космос. Спрашиваю Альберто, идеал что? Х5, BMW X5. Люди покупают китайцев не потому, что это классная машина, а потому что денег на другие автомобили, которые они хотят, нету. И это правда. Вот здесь, мне кажется, я прямо сейчас вот идеально скажу, эта машина едет примерно на миллион-миллион триста. Ровно столько она по-хорошему и должна стоить. Вот и думайте, что это за автомобиль. Пластик можно трогать, к чему-то присматриваться, нюхать, как она что. Ну вот миллион триста в идеале за полную комплектацию на сегодня это была бы шикарная цена для этого автомобиля. Ну и наша рубрика «Мнение оператора», которого обычно никто не спрашивает. Вот приезжает Чанань, Чанган, Чанань, КС-55+. Как тебе автомобильчик внешне? Слушайте, друзья, наверное, все подумают, что я говорю одно и то же. И сразу скажу, что я не намекаю на то, что я хочу китайца. Я же читаю комментарии и вижу, что некоторые так думают. Здесь и внешний вид мне понравился. Вижу впервые эту машину, впервые. Понравились, не знаю, все по кругу понравилось. То есть полностью внешний вид. Понравились колеса, диаметр колес. Понравилась внутри машина. Я же стою за кадром, держу камеру. Когда открыли дверь, я такая, не дурно. Мне понравилось. Внутри очень. Сидения интересные, интересная панель передняя. Очень понравилась крыша. Панорамная. Потому что я ее люблю. И, соответственно, жирный лайк от меня лично за то, что это внедорожник. Я их люблю, как обычно говорила, больше седана. Получается, один сплошной плюс. Смотри, вы, получается, покупаете эту машину за 2,600. Да. Будет добр, отдай. Далее. Ваш опель так и не продан. Пока нет. Во. Отсюда у людей станет вопрос. Ты там говоришь несколько раз. Вот порода нашей деятельности, порода нашей деятельности. Здесь, давай, минута пошла, как говорится. Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь написанием бизнес-планов для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Либо для какой-то грантовой поддержки от государства. Так как по образованию экономиста эта сфера для меня очень близка. Последние 2 года я занимаюсь, помимо бизнес-планов, я занимаюсь поиском оформления земельных участков с нуля. То есть это процедура получения участка без торгов. Работаю я по всей России. Соответственно, по этой причине мы искали комфортный автомобиль, потому что мы очень часто ездим на дальняк. То есть если у нас там подписание договора Питер, мы сели по платке и поехали подписывать договор, там купли-продажи, либо в администрации. Ну тут все по-разному. Скажи, на сегодняшний день вообще-то деятельность, и одна, и вторая вообще востребована? Вот сейчас люди покупают, обращаются за земельными участками, за бизнес-планами? Очень востребована, очень востребована. Ну в том плане, что мне даже порой нет времени вести в соцсети, потому что я работаю. Мне очень помогает муж в плане какой-то технической части по земельным участкам, он мне помогает со схемами. А в плане написания бизнес-планов у меня есть помощница, с которой тоже часть работы на себя берет. Но да, это популярно, это востребовано. У нас государство сейчас достаточно проактивно в обоих направлениях, что в поддержке начинающего бизнеса, что в оформлении земельных участков с нуля. Я пытаюсь эти две сферы удержать в балансе. Вот, соответственно... Короче, ты на сегодняшний день пожаловаться на нехватку работы не можешь. То есть у тебя все норм. Друзья, в качестве благодарности за то, что вы приехали, подчеркиваю, ребята с Дубны ехали 3 часа сюда. То есть мы писали, сами сказали, давай приедем. Просьбы прорекламировать не было, тем не менее телефон оставим у тебя в описании. Кому надо, пишите, звоните, спрашивайте. Не надо, как говорится, не пишите, не звоните и не спрашивайте. Ну что, ребята, вот такой сегодня к нам приехал автомобиль. Новиночка из Китая, рестайлинговая версия. Что вы думаете по этому автомобилю, пишите в комментариях. Мы постарались сделать все объективно, независимо. Конечно, я соглашусь полностью, что не хватает каких-то более глубоких деталей, как, например, делают ребята, коллеги, там, разбирают автомобили. Другие загоняют их в поля. Все это есть на Ютубе. Поэтому все те, кому машины будут интересны, абсолютно любые, вы сможете всю информацию посмотреть. Мы же сегодня записали отзыв с реальными владельцами. Пожалуйста. Мне машина в целом визуально нравится. Как бы я не могу понять, что она мне даже напоминает, потому что я местами смотрел ее. Porsche Macan. Где-то я смотрю, Tiguan я увидел. То есть абсолютно разные машины. Где-то Lexus напоминает. То есть, вот, знаешь, собрали нечто такое из кусков, как многие скажут. Ну, симпатичная машина. Вот, дядьки подошли, соврать не дадут. Машины заинтересовались. Поэтому здесь, как говорится, не добавить, не убавить всех вас. Приглашаю подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Подписаться на телеграм-канала. Ведь там частенечко выходят посты с ценами на новые автомобили. Возможно, кому-то из вас что-то, да, приглянется. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч всем. Пока. Пока.